Глава 48. Гранит, гравитация и авторитет. Хаос был полностью изнан из этого места. Лишь горстка привилегированных разумных могла попасть сюда куда меньше, чем те, кто того действительно заслуживали. Идеально подстриженная лужайка казалась морем спокойствия, ни единой торчащей травинки не нарушала поверхность этого ровного зеленого ковра, ни одного окурка или бумажки, брошенных каким-нибудь бескультурным прохожим, не лежала посреди этого зеленого моря. Ряды безмолвных мраморных стражей подавляли любое легкомыслие и веселость. Каждый страж хранил краткую историю, высеченную в камне, историю о любви, утраченной, но хранимой в вечности. Каждый страж стал хранителем памяти, отмечая место последнего пристанища, место вечного сна того, кто лежал под этим стражем, суровым напоминанием о том, что у всего есть свой конец. Вокруг камня, хранящего историю о двоих, чья жизнь оборвалась слишком рано, собралась небольшая толпа. Все они пришли отдать дань уважения этой паре, оплакивая их безвременную кончину. Пусть их тела и лежат неподвижно, но эти двое продолжали жить в сердцах всех собравшихся. Слезы щедро орошали землю, лишь подчеркивая царившее среди собравшихся настроение. Сожаление. Прости меня. — Сказала женщина между всхлипами. — Я так перед тобой виновата. Как мы могли так отдалиться друг от друга? Волшебный мир украл тебя у меня. Я возненавидела тебя за это. Эти ублюдки даже не посчитали нужным сказать мне, где ты похоронена. Мне так тебя не хватает. Я упустила свой шанс сказать тебе, прости меня лично. Если бы только мне дали шанс, я бы взяла Гарик себе и вырастила как родного сына, но... — Эта трижды проклятая магия вырвала тебя из моей жизни и не дала ему стать ее частью. Из-за чертовой магии я отказалась подарить родной кровиночке тепло и уют семьи. Женщина ненадолго замолчала, собираясь с мыслями. — Твои друзья рассказали мне, что ты была поняла и простила меня за то, что я не могла бороться с тем, что была выше моих сил. Я понимаю, что это могло быть правдой, но сердце... Сердце говорит, что это ложь. Не было ни одной ночи, когда я бы не проснулась с мыслями о том, каким чудовищем я была, каким чудовищем они заставили меня стать. Как, скажи мне, как я могла так с тобой поступить? Как я могла так поступить с ним? Прости меня. Мне так жаль. Вдали от любопытных глаз, в комфортабельной комнате отдыха, расположенной в подвале без окон, Эмма Грейнджер сидела на толстом кремовом ковре и занималась одновременно двумя своими любимыми делами. Любой, кто знал ее дочь, совершенно не был бы удивлен тому, что чтение всегда занимало вершину списка ее любимых занятий. И сейчас женщина жадно поглощала информацию, написанную в большом фолианте по основам магии, лежащем перед ней на пуфике. Теперь, когда она получила доступ к миру, в существование которого ранее не верила, все, что ей потребовалось, попросить дочь, чтобы она оставила крышку сундука открытой. В результате в ее распоряжении оказалась настоящая волшебная библиотека, и Эмма не собиралась упускать такую возможность, даже если сама и не могла исполнить ни одно заклинание в ней описанное. Второе занятие, которому она предавалась, находилось где-то дальше по списку. Эмма даже не задумывалась, где именно. Пока она читала занимательнейший образец магической литературы, ее руки гуляли по телу мужа, доставляя тому немыслимое блаженство. В детстве у нее не было возможности завести домашнего питомца, и теперь, имея превратившегося Дэна, она могла наконец-то притворить желание, сидевшее в глубине ее сердца. Одной рукой она непринужденно почесывала мужа за ушком, тогда как второй, держа большую массажную расческу, раз за разом проходила по всему его пушистому боку. «Хм, можешь перестать дрогать копытом?» — поддразнила Эмма, не сводя взгляда со своего чтива. «Ты трясешь книгу, которую я пытаюсь читать». «Не могу!» — простонал Дэн. «Может, хоть перестанешь мне на ногу слюной капать? — Ого!» — растаял тот еще больше. «Ладно», — вздохнула женщина, — «наслаждайся, пока можешь. Через пять минут моя очередь». В недрах Хогвартса на полу коридора валились кучки первоклашки. Взмокшие от хохота, запутавшиеся в чужой одежде и конечностях, они радостно смеялись, прижав к полу их самопровозглашенного опекуна. «Это было весело!» — воскликнула Луна Лавгуд. «Давайте еще раз!» «Только одну песню сердца в раз!» — возразила Эппл Блум, развалившись поверх Невилла. «Не думаю, что идущие одна за другой песней сердца вообще бывают!» — сказала Скутлу. «Да меня и это-то застало врасплох!» «Скотина!» — пожаловалась Маха из-под табунка первоклашек. «У вас уже такое бывало?» — спросила Парвате, лежащая поперек Джинни. «Ну, конечно же!» — пожал плечами Свити Бэй, потревожив Филамину, захихиковшую с ее плеча. «У нас они происходят регулярно, раз или два в неделю». «Хотел бы я однажды это увидеть!» — сказал Симс. «Но почему это случилось здесь?» «Понятия не имею!» — пожал плечами превращенная единорожка. «Я почувствовал небольшую утечку от Гермионы!» — заметил опрятный одито Дискорд, глядя на кучу молодих детишек. В коридоре на несколько секунд повисла удивленная тишина. «Дискорд!» — радостно закричали большинство детей. В ответ тот с широкой ухмылкой помахал рукой. «Гермионы?» — обратил внимание на только что сказанное мужчиной Гарри. «Вы знаете, где она? Мы уже спереживались за нее?» «Уверен. Она сейчас отлично проводит время в Понивилле», — ответил Дискорд. «Я ее сегодня утром отправил пообщаться с Твайлот. И, похоже, не зря. От нее не так давно перестали исходить волны страха». «Вы отправили Гермиона в Понивиль?» — переспросил Симус. «И не сказали нам?» — вскинулась превращенная красноволосая земнопонька. «Скотина!» — повторила Маха, все еще придавленная кучкой этих непоседливых жеребят. «И не говори, Маха!» — поддержала ее сильневолосая девчушка. Дискорд удивленно приподнял бровь. «Я вам только что сказал!» — возразил он. Лаванда раздраженно хмыкнула, схватила первое, что попалось под руку и кинула в Дискорда. Сатабунники ошарашенно уставились на нее, пока Рон отчаянно мотылял руками и ногами во время своего короткого полета в сторону удивленного чародея. «Лаванда Браун!» — крикнула возмущенная Эппл Блум, пока остальные наблюдали, как Рон и Дискорд стали похожи на кучку торчащих и биркающихся конечностей. «Ну и швред жеребчиков!» «Простите!» — повинился Лаванда, обращаясь лицом в помидорку. «Чтенье! Это так весело!» Песня оборвалась так внезапно, будто щелкнули выключателем, хотя певцы продолжали беззвучно открывать рот и радостно махать в такт песни копытами. Пару секунд, и все пони вокруг них перестали подпевать и подтанцовывать, и практически поголовно повалились на землю, словно куклы, у которых обрезали ниточки. «Полагаю, этого достаточно», — твердо заявила одинокая человеческая фигура с палочкой в руке, сопровождаемая толпой хмурых горожан пони. Только сейчас, осознав, какой хаос своей выходкой они устроили, Твайлот и Гермиона замерли, перестав петь, и уставились на свалившихся с ног случайных попавших под действие сердцепесенной магии жертв, до этого подпевавших им. «Спасибо», — с трудом выдохнули несколько едва дышащих от усталости пони. «Только посмотрите, что вы натворили», — продолжила МакГонагал, приближаясь к дуэту. «Все чуть не скопытились!» «Но вы-то в обуви!» — одними губами сказала заглушенная Твайлот. Эта шутка уже стала баяном. Уныло пробормотала пинки, прижав уши. «Очень, очень, очень, очень большим баяном!» Твайлот также, виновата прижав уши, заговорила, однако до окружающих не донеслось ни звука. Лаванда воединорожка нахмурилась, затем сконцентрировалась, и ее рук вспыхнул, отчего по телу прокатилась волна яркого сиреневого сияния. «Прошу прощения, все пони», — сказал Твайлот, — понятия не имею, что на меня нашло. «Только что явно случился спектр, и до сих пор ни пони не смог разгадать, как и почему это происходит». На несколько секунд повисла недоуменная тишина. «Какой такой спектр?» — спросил кто-то из присутствующих горожан. «Спектр расшифровывается как самопродуцирующийся, сердцепесенный, каскадный, тауматургический резонанс», — пояснила Твайлот тоном профессионального лектора. «За последние шесть столетий было зафиксировано семь подтвержденных и три, возможно, подобных инцидента. И наблюдать спектр собственными глазами... Ой, я просто в восторге от этого». «О, именно этого нам и не хватало», — вклинился Коротоп, — «еще больше восторга». «Именно», — согласился Твайлот, — «это просто восхитительно, согласны?» «Хм, Твайлот один, сарказм ноль», — прокомментировал Блю Боннет, откуда-то из толпы. «Стойте!» — вдруг вклинилась Черри Берри. «Как это может быть три возможных случая?» «Как-то сложно не заметить, как в Сипоне вокруг срываются в бесконечную серию песен». «Хороший вопрос», — кивнула ей лавандова единорожка. «Видишь ли, мы можем только предполагать, что в этих трех случаях случился спектр, потому как в Сипоне, кто мог бы стать свидетелем тех событий, были найдены умершими от истощения. Три небольшие деревни вымерли, и лучшим объяснением причины подобного был признан спектр». Горожане в шоке уставились на Твайлот широко распахнутыми глазами. «Э-э-э, с другой стороны», — раздался негромкий голос Черри Берри. «Я спокойно жила и без ответа на этот свой вопрос». «Э-э, давайте лучше поговорим о чем-то менее опасном», — перекрыла гомон толпы банана Флав. «Кто это пони, которая пела с тобой?» «Не думаю, что я ее раньше видела». «О-о-о», — словно опомнилась лавандова единорожка, кинув взгляд на ярко-оранжевую жеребенку рядом с ней. «Спасибо, что напомнила. В Сипоне познакомьтесь с Гермионой, она одна из новых меткоискателей». Гермиона робко помахала толпе и что-то сказала, но за ее рта не вылетело ни звука. «А-а-а-а», — хором понимающий протянули собравшийся. «Так она, меткоискатель, это многое объясняет». «Тогда все понятно». «Не удивлена». «Значит ли это, что весь ущерб будет покрыт из фонда устранения последствий действий меткоискателей?» «А что это за странный минотавр?» «Не вижу никакого ущерба». «Мою телегу с капустой перевернули и все потоптали». «Стойте!» — вновь крикнула Черри Берри, отчего гуман толпы мгновенно утих. «Одна из новых меткоискателей?» «Значит, есть и другие?» Повисшую после ее слов тишину можно было, наверное, ножом резать. Это был идеальный момент для того, чтобы мимо них пронесся легкий ветерок, неся с собой листья или одинокое перекати-поле. К несчастью, все пегасы в этот момент также замерли от осознания смысла сказанного Черри, так что ветер бы попросту некому создать. «Селестия милостивая!» — наконец прошептала Лили с ужасом в голосе. «Они множатся!» «Мы обречены!» — вторила ей Дейзи. «Кошмар! Какой кошмар!» Ахнула Роузлак. И все трое, как по команде, рухнули в обморок. Демонстрируя неожиданную ловкость и гибкость, Рон и Дискорд все-таки смогли расплести перепутавшиеся конечности. Как только они разделились, девочки, молча переглянувшись всей толпой, облепили в обнимашках своего благодетеля. «Простите, что я вас кидалась!» — сказала Лаванда, обхватив руками все еще сидящего на полу мужчину. «Ничего страшного, моя дорогая!» — со смешком сказал Дискорд. «Тем более я все равно собирался попротивляться в уклонении от опасных летающих объектов». «О, звучит забавно!» «А нас научите?» — спросил Дин. «Боюсь, это несколько не вашего уровня». Чародей задумчиво потер пальцем подбородок. «Я планировал показать одной моей подруге пару фотографий, изображающих уничтожение нескольких нечрезмерно хороших книг. Полагаю, последующие несколько минут станут замечательной практикой уклонения от лучей сокрушительнейшей дружбомагии!» «Ты шо, хочешь показать твайлайт фотку, на которых портят книги?» — ахнула Эпплблум. «Тады тебе надо похребше держать голову!» «Эх!» — аж передернул скутул. «Ты там, кажись, не от лучей будешь ворачиваться. Скорее твай схватит городскую водокочку вместо молотка и решит поиграть в прибей Дискорда. Этесте очень повезет!» «Водокачку!» В один голос поправили превращенную пегасенку девчонки. «Она так и сказала!» Так же хором ответили им мальчишки. «Ой, я попросилась на это посмотреть», — добавила Свитебель. «Но мой инстинкт самосохранения сегодня явно сильнее любопытства». Дискорд перевел взгляд на превращенную единорожку. «Знаешь, учитывая, от кого исходит этот совет, мне, пожалуй, все же стоит пересмотреть разумность подобных действий». Троицы-меткоискательницы энтузиазмом закивали головами. «Ах, да кого я обманываю?» «Мы все знаем, что это будет бомбой», — легкомысленно махнул рукой чародей. Эппл Блум только вздохнула и спрятала лицо в ладонях. «Только тогда убедись, шо покаешь их не посредь гордо. Это сократит время уборки». «Вообще-то я слышал, что они хотели расчистить поле к западу от дамбы», — сказала Свитебель. «Если сначала ее туда отведешь, то сможешь сорвать два цветка за раз». «О, я так и знал, что вам обязательно придут светлые идеи», — широко улыбнулся Дискорд. «Ну да ладно. Прежде чем мы перейдем к причине моего появления, сейчас смотрю у вас в группе пополнения». «Мистер Дискорд», — сказала Порвайтесь с легкой манерностью. «Это Эбигейл Бейтс, а это Луна Лавгуд. Девочки, поздоровайтесь». «Здрасте!» — выпалила Эбигейл, подпрыгивая на месте и махая рукой со скоростью машущей крыльями калибри. «Мне нравятся твои глаза», — застенчиво сказала Луна вместо приветствия. «Спасибо», — сказал Дискорд, поднимаясь. «Ты удивительно добра. Надеюсь, ты будешь поживее своей тезки». «Бээкон», — сказала Маха, подойдя к чародею и начав его обнюхивать. «Ну, мы же не можем допустить, чтобы вы двое чувствовали себя оторванными от группы», — произнес мужчина, доставая знакомую всем шкатулку. «Более того, думаю, я их слегка улучшу, чтобы они могли...» «Не нюхай меня здесь! Скотина!» — спросила Маха с таким ехидно понимающим лицом. «Даже близко нет», — недовольно буркнул Дискорд. «Извини, Дискорд», — нахмурилась Витя. «Она пока знает всего пару слов». «И где же она выучила вот это, столь оскорбительное?» — спросил чародей. Табунок, как один, обернулся на одного из своих членов. Оказавшись под прицелами взглядов остальных, Лаванда завела руки за спину и уставилась в пол. «Извините, что иногда бываю вспыльчивой, когда играю на приставке», — пробурмотала она. «Понятно». Дискорд щелкнул пальцами. «Похоже, нам придется поработать над твоей вспыльчивостью, чтобы снизить ее до приемлемого уровня. Став заметно краснее лицом, Лаванда кивнула, не сводя взгляда с пола. «Вот, держи», — сказал мужчина, протягивая ей что-то. «Это должно помочь». «Кусок лавандового мыла?» — удивилась девочка, взяв протянутый предмет. «Какой ужас!» «Он точно поможет тебе содержать язык в чистоте, гарантирую». Широко ухмыльнулся Дискорд. «Спасибо». Уже мягче сказала Лаванда, устыдившись своей реакцией, и спрятала мыло в карман. «А теперь, как я и говорил», — сказал Чирогей, достав по кольцу на каждого нового участника табуна. «Мы не можем допустить, чтобы вы чувствовали себя оторванными от остальных». «Спасибо!» — воскликнул Эбигейл, буквально выхватив одно из колец. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Луна приняла свое кольцо куда спокойнее. «Это просто замечательный подарок. Огромное спасибо», — сказала светловолосая девочка. «Только у меня есть один вопрос». «Спрашивай, дорогая моя», — сказал Дискорд, наклонив голову к ней ближе. «А ходить на таких несовпадающих ногах сложно?» Мужчина удивленно моргнул. «Я справляюсь», — осторожно сказал он. «Да», — сказала Луна, склонив голову на бок и проходя по Чиродеи изучающим взглядом. «Ты можешь». Дискорд оглядел девочку вопросительным взглядом, но развивать мысль не стал. «Что ж, на этом пока прервемся», — вместо этого сказал мужчина. «Гарри, у тебя назначена встреча с Мэйдин Псайки, и я здесь, чтобы проводить тебя в ее кабинет». «А это обязательно?» — побледнел Гарри. «Нет», — ответил Дискорд. «Но, думаю, тебе это совсем не помешает. И потом я же должен хотя бы сделать вид, что веду себя как ответственный взрослый». «Если хотите перестать делать вид», — сказал Дин со зловещей ухмылкой, «То всегда можете подарить нам пару огнеметов поиграть. Можно и что-то другое придумать». Вместо ответа Дискорд смирил Дина оценивающим взглядом. На наружной площадке кафе большая группа пони расселась за одним из столиков и дожидалась, пока пони будь примет их заказ, перекусывая тем временем хлебными палочками и стоящими на столе цветами. У неожиданного гостя, затесавшегося в эту группу, объявился весьма внимательный поклонник — мятная кобылка-единорожка, которая уселась к гостю столь близко, что практически залезла к ней на колени. «И много ты можешь поднять своими пальцами?» «Лира, пожалуйста», — простонала Бонбон, «дай бедному человеку спокойно поесть». «А, а это правда, что вы всеядны, Лира?» «Знаешь, удивлена, что ты еще не закидала ее кучи вопросов», — сказала Эпплджек, устаившись на Твайлэд. «Я чувствовала какое-то истощение и внезапную усталость», — признала Славанда в одинорожке. «И потом я планировала исследовать людской мир на выходных. Знаю, раньше я была очень воодушевлена этой идеей, однако сейчас у меня нет сил даже на то, чтобы что-то спрашивать». «Не удивлена, дорогуша, после стольких-то песен сердца подряд», — сказала Рэрити, — «пожалуй, тебе не помешает заглянуть к доктору». «А вы планировали исследовать наш мир?» — спросила профессор Магонагл. «Да», — кивнула Твайлэд, — «как я могу упустить возможность познакомиться с совершенно новой культурой?» «А еще ты обязательно возьмешь меня с собой». «С нажимом», — сказала Лира. «Пожалуй, сопровождающий вам не помешает», — твердо сказала Магонагл. «Я хочу навязываться, отвлекать от дел». Попыталась вежливо отказаться от Твайлэд, позволяя голове медленно склониться к столику. «Вам обязательно нужен сопровождающий, чтобы случайно не пострадать», — сказала Гермиона, «не поднимая взгляда от меню, которое читала». «В нашем мире много опасностей, которые вряд ли есть в вашем». «Ты обязательно возьмешь меня с собой», — повторила Лира. «Стоп! В нашем мире ты тоже человек?» «Возможно», — отозвалась ярко-оранжевая жеребенка. «Твайлэд», — вскипела мятная единорожка. «И ты скрывала это от меня? Как ты могла?» «Уверена, я смогу назначить вам экскорт», — сказала профессор Магонагл, и, успокаивающе положив руку на голову Лира, машинально начала почесывать ее за ушками. «Думаю, я смогу убедить Сириуса провести вам экскурсию». Твайлэд тут же вскинула голову, наполненные надеждой глаза уставились на профессора. «Думаешь, он согласится?» «Полагаю, что это более чем вероятно», — сказала Минерва. «Тем временем теперь уже голова Лиры стала клониться к столу». «А это не тот жеребец, о котором ты упоминала ранее», — навострила уши Рэрити, повернувшись к лавандовой подруге. Все ее чувства оживились в предвкушении надвигающейся сплетни. «Он один из тех жеребцов, которые были на встрече с Гарри Поттером», — кивнул Твайлэд, голова которой снова стала клониться к поверхности стола. «Ол, Твайлэд влюбилась!» — буквально пропела Пинки Пай. «Я не влюбилась. Твайлэд опустила голову на ровную и такую приятную прохладную поверхность. Он просто приятный жеребец, которого я недавно встретила». «Да ты брешешь!» — заявила Рэн Будеш. Затем, задумавшись на секунду, перевела пытливый взгляд на Эпплджек. Рыжая земнопоня в шляпе ухмыльнулась и кивнула. «Ты врушка!» — подразнила лавандовую динарожку радужно-гривая. «Ты считаешь его милым!» «Эй, нечестно использовать Эпплджек!» — возмутилась Твайлэд. «Хм! Ты так ты что, признаешь, что считаешь его милым?» — подколола белая динарожка. «Девочки, слишком сильно спешите с выведоми!» — возразила Твайлэд. Внезапная яркая вспышка света, и из ниоткуда недалеко от столика возникли еще две пони. «А принцесса Селестия, принцесса Луна, приветики!» — радостно замахала копытцем Пинки Пай. «Вы как раз к обеду успели!» «Принцесса Селестия?» — ахнула Твайлэд, тут же вскинув голову и дико озираясь по сторонам. Наконец, наткнувшись взглядом на свою наставницу, динарожка тепло улыбнулась. «О, здравствуйте! Рада вас видеть!» Секунды позже Твайлэд положила голову обратно на стул и негромко засопела. «Ну, так, ладно!» — сказала Рейнбо, изучающе смотря на лавандовую подругу. «Вот это уже ненормально!» Фэйн наткнулась на первоклашек по дороге на обед в большом зале. «Так, а ну стоять!» — сказала она. «И куда это вы всей толпой спешите?» «Уже почти время обеда!» «Мы все-то хотели выйти во двор и чутка попрактиковаться!» Ответила Эппелблум. «Это может подождать!» «Как я сказала, сейчас уже обед начинается, а после обеда будет тренировка по квиддичу!» «И, кстати, наш новый капитан очень хотел вас видеть на тренировке!» Фэй смирила первоклашек подозрительным взглядом. «И что это у вас на спинах надето?» «Ничего!» — тут же сказал Дин. «Ага, ничего!» — хмыкнула староста. «А надпись «Осторожно, огне опасно» на них — это тоже ничего, да?» «Не вижу ни одной проблемы, которую бы не решил хороший здоровый сон!» — сказала принцесса Селестия, на несколько секунд окутывая Твайлайт облаком своей магии. Затем она перевела взгляд на флуоресцентно-оранжевую единорожку. «А ты, похоже, ее партнер по дуэту!» «Да, ваше высочество!» — кивнула Гермиона. «Си вельми странно, что не пострадала ты от тех же симптомов!» — заметила принцесса Луна, держа в облаке магии обычный серый булыжник размером с яблоко. «Ужа ли ты не устала ни на чуть?» «Нет, ваше высочество!» «Это самое странное!» — сказала белая оликорна, накладывая ряд диагностических чар на Гермиону. «И самое разочаровывающее! Прошло уже почти столетие с последнего случая спектра, и мы ни на шаг не приблизились к его пониманию. «А у меня вопрос!» — подолгнулась Рейнбу. «Этот камень-то зачем?» «Сие есть натуральный камень с тихолом!» Луна пролевитировала камень ближе к голубой пегаске, чтобы та могла его осмотреть. «Так он что, поглощает песни?» — предположил Рейнбудэш, приблизившись, чтобы изучить вышеупомянутый камень. «Не совсем», — ответила Селестия, все еще осматривая оранжевую жеребенку. «Спектр — один из примеров дикой неоформленной магии. Сила спектра нейтрализует большинство традиционных заклинаний и буквально заражает всех пони, кому не повезло оказаться слишком близко к ее источнику. Трем командам единорогов понадобился год, чтобы должным образом зачаровать его, но теперь при использовании камень ищет главного поющего как источника спектра и лишает его сознания, чем прерывают серию песен сердца. «Значит, на него наложено мощное усыпляющее заклинание?» — спросила Пинки, также приблизившаяся, чтобы осмотреть стихолом. «Ну, можно и так сказать», — слегка улыбнулась Селестия. «Здравствуй, Гарри Поттер», — сказала Мэндин, входя в полную разноцветных мешков комнату. «Надеюсь, у тебя хорошо прошла неделя?» «Да, спасибо». Гарри вежливо поднялся, чтобы поприветствовать кобылу. «Я учился магии, проводил время с друзьями, было очень весело». «А как у вас прошла неделя?» «У меня неделя была довольно интересной», — сказала Мэндин, а затем жестом пригласила войти пожилую синюю пегаску. «Позволь представить, это Скай Сандер». «Есть ты не против, она выразила желание поприсутствовать на нашем собеседовании». «Здравствуйте, мэм», — сказал Гарри, обращаясь к пожилой пегаске. «Приятно с вами познакомиться». «О, какой воспитанный молодой жеребчик», — одобрительно сказала Скай Сандер. «Также налицо явное улучшение с нашего последнего сеанса», — заметила Мэндин. «Хотя, говоря откровенно, в прошлый раз он был потрясен и подавлен от всего того внимания, которое ему уделяли». «Но извините, если был грубым», — извинился Гарри. «Ты не был груб», — успокаивающе заверила его псайке. «Хотя ты был куда более настороженным». «Извините», — повторил синий пегасенок. «Не стоит, дорогой мой», — сказала Скай, располагаясь в ярко-красном мешке кресле, который просто отвратительно сочетался с ее шерсткой. «Судя по тому, что я услышал, а ты держался очень неплохо для того, кто попал в подобную ситуацию». «В конце концов, ты оказался в новом для тебя мире, да еще и в непривычном теле». «Кстати, насчет тел», — произнесла красная земнопони, — «я бы хотел увидеть твой родной облик, если ты не против нам его продемонстрировать». «Хорошо, мам», — сказал Гарри, — «я не против». «И с этими словами пегасенок превратился в гриффиндорца первоклашку, отчего тут же оказался выше находящихся здесь пони. «Спасибо, Гарри», — сказала Мэндин, подходя ближе и осматривая второй облик жеребчика. «Я проконсультировалась на этой неделе с минотаврами, и, судя по виду, ты не сильно от них отличаешься, только немного меньше по росту и уже в плечах, но и форма головы другая». «Да, мэм», — подтвердил Поттер. «Можешь превратиться обратно, если хочешь», — сказала земная пони. «Тебе комфортно в твоем облике пегаса?» «Да, мэм», — сказал Гарри и вновь сжался в синего пегасенка. «Я провожу в нем большую часть вечера, когда мы заканчиваем домашку», — добавил он, устраиваясь на сиреневом мешке. «Очень рада это слышать», — произнесла Мэндин, устраиваясь на одном из аляповато-ярких мешков. «Признаюсь, я беспокоилась, что новый облик может вызвать у тебя отторжение и неприятие. Нет, мэм, мне очень нравится быть пони. Давай забудем об этом мэм между нами. Это вежливое обращение, но когда ты его постоянно повторяешь, я себя начинаю чувствовать старый. Просто зови меня Мэндин, хорошо?» «Хорошо, мисс Мэндин». «Покладисто», — ответил пегасенок. «Значит, тебе нравится быть пони», — вклинилась в их беседу Скайсандер. «Тогда ты, наверное, уже начал учиться летать». «Нет, мэм», — покачал головой Гарри. «Будет нечестно, если мы начнем учиться летать без скутал. Мы ждем, когда она сможет превращаться вместе с нами». «Это очень заботливо с твоей стороны», — произнесла красная земнопони. «А теперь я хотела бы задать тебе тот же вопрос, что и неделю назад». «Да, Мэндин», — спросил синий пегасенок, сосредоточив на ней все свое внимание. «Если взрослые, которым ты доверяешь...» «Да, я могу назвать взрослых, которым я могу доверять», — сказал Гарри. «После пары секунд раздумий он добавил...» «Если честно, это не совсем так. Я могу назвать взрослых, которым я не доверяю, но только одному я верю». «Это хорошее начало». Мэндин ободряюще улыбнулся ему. «Могу я спросить, кому из взрослых ты доверяешь?» «Это...» «Мистер Дискорд»?» Гермиона брела посреди моря разноцветных пушистых ног. С беспокойством, поглядев на идущую с ней бок о бок мятную единорожку, оранжевая же ребенка перевела не менее беспокойный взгляд на лавандовый груз, парящий в двух метрах над толпой. «А вы уверены, что ее нужно нести так высоко над землей?» «С опаской», — сказала Гермиона. «Не волнуйся», — отмахнулась Лира. «Тва элот легкая. К тому же так в нее ни пони случайно не врежется. Ей нужно поспать». «А ты? Ты же весь обед дремала. Может, лучше положить ее в повозку и везти по земле?» «Не-е-е-е, тот сон стал прям тем, что доктор прописал», — ответила мятная единорожка. «К тому же за ней присматривает быстрейшая летунья Эквестрии». «Но она все равно ужасно высоко», — возразила девочка в облике единорожки. «Не стоит переживать, дорогуша», — сказала Рерити, наклонившись к той и потершись о нее носом, дабы отвлечь жеребенку. «Твайлайт в полной безопасности». «Ну ладно», — нехотя протянула Гермиона. «Да шо ты так этим терзаешься?» — спросила Эпплджек. «Висеть на такой высоте ненормально», — пожаловалась жеребенка. «Хм, да она всего на два крыла выше земли», — сказала Рейнбу, летящая рядом со спящей Твайлайт. «Сюда даже Рерити допрыгнет, если захочет». «У тебя есть крылья», — прервала Грэнджер. «Тебе упасть не грозит». «Так, а ну попридержить по ней», — сказала Эпплджек, осматривая Гермиону с ног до головы. «Кажись, ты слишком уж боишься левитации. А ты случаем не высоты ль страшишься?» Гермиона не ответила, продолжая с беспокойством следить за парящей лавандовой единорожкой. «О, так ты у нас тут высоты боишься», — сказала Дэш со зловещей ухмылкой. «Тебе повезло. Мы знаем идеальное средство от твоей проблемы». Если за готовку берутся дымовые эльфы, то можно быть уверенным, что приготовленные блюда будут высшего качества. До сего дня все блюда, выставляемые во время приемов пищи в Большом зале Хогвартса, мистическим образом более чем угождали вкусом каждого из присутствующих. Однако, похоже, этот день станет историческим, ибо впервые за время существования этого замка кто-то из обедавших в его стенах, женщина с длинными серебристо-бладинистыми волосами, недоверчиво уставилась на тарелку перед собой, явно не спеша приступать к трапезе. Наклонившись к тарелке и принюхавшись, она скривилась в отвращении. И к вящему неудовольствию всех присутствующих громко запротестовала. «Бекон!» «Нет, Маха», — ответила я Свитибель. «Сегодня на обед бекона не будет. А теперь, пожалуйста, ешь свой гуляш, как хороший взрослый единорог». «Бекон!» «Я же тебе сказала. Ты сегодня не получишь бекона. Ешь то, что я тебе поставила». «Бекон!» Свитибель набрала полную ложку из тарелки Махи и сделала вид, что съела немного. «Ммм, вкусно!» — сказала девочка с кудряшками, а затем протянула ложку превращенному единорогу. Однако та только отвернулась. «Бекон!» Сидящий у женщины на плече Феникс воспользовался ситуацией и тут же склевал содержимое ложки. «Видишь», — сказал Свитибель, «хилами не нравится». «Бекон!» «Может, хочешь брюссельской капусты? Тебе же нравится ее пряный аромат». «Бекон!» «Ты это серьезно сейчас пыталась скормить свою долю капусты своему единорогу?» — спросил Симус. «Не говори глупостей». Свития указала настоящее на столе блюдо. «Она лежит на общей тарелке, и кто хочет, тот берет. Не любишь — не ешь». Девчушка наколола один побег капусты на вилку и поднесла тот к своему плечу. Филамина высунула язычок, после чего дохнула огнем на предложенное ей угощение. Весь стол гриффиндорцев ошарашенно наблюдал, как Свития с довольной мордашкой откусила обугленную капусту. «О, вкуснятина! Прямо как у мамы. Бекон!» «И все-таки думаю, давать ей это несъедобное зло не лучше идея», — высказал Сидин. «Бекон!» «Я сказала нет, Маха. Я ж свой гуляш!» «Бекон! Бекон! Бекон!» «Ты же понимаешь!» — сказала Парвати, вернувшись от другого стола, где общалась с сестрой, что проигрываешь в споре с тем, чей словарь состоит всего из одного слова. «Бекон!» «И нет в этом ничего смешного!» — сказала Тереза. «Вам любой родитель с маленьким ребенком скажет, как легко такое может случиться!» «Бекон!» «И потом Парвати...» вставил свой два кната Невил. «Ты же знаешь, что словарь Махи состоит как минимум из четырех слов!» «Бекон!» Парвати вдруг заметила, что Луна немигающим взором на нее смотрит. «Чего?» — спросила она блондинку-первоклашку. «Ничего!» — ответила Луна и вернулась к своему обеду. «Бекон!» «Да Мерлин вас залюби!» Не выдержал кто-то со стола Равенкло. «Дайте уж кусок бекона, и пусть она заткнется!» «Бекон!» Исход войны желаний и воли повис на волоске. При виде стремительно приближающейся к ней земли рациональная часть мышления Гермионы внезапно врубилась, заставляя жеребенку действовать. Дабы остановить вращение, девочка в облике единорожки прижала конечности, а затем резко раскинула их во все стороны, увеличивая инерцию. Хоть подобный опыт никак нельзя назвать приятным, однако это происшествие больше не вызывало у нее всеобъемлющего ужаса. К собственному удивлению, Гермиона уже и не помнила, сколько раз ее скидывали с облаков. Теперь она точно знала, что один из наблюдавших за ней пегасов обязательно поймает ее до встречи с земной твердью. И если верить рассказам Рарити, Рейн Будеш, мать Скуталу, была более чем достаточно быстрой, чтобы служить последней линией безопасности. Грейнджер с унынием вспомнила, как все начиналось. Она едва могла стоять на всех четырех во время перерывов. Чай с медом, которым поила ее медпони, слегка убирал боль в едва не сорванном горле, однако страх, испытываемый во время последующих падений, быстро избавлял организм от излишков жидкости. Краем глаза Гермионы видела, как рядом с ней спикировал овец, приноравливаясь к ее скорости. Пегас нежно обхватил жеребенку передними ногами и стал спускаться, гася скорость широкой ленивой спиралью. Как только они коснулись земли напротив медпони, Грейнджер помахала ей. Похоже, больше ей не понадобится успокаивающий чай. Конечно, акрофобия еще не покинула ее и все еще вызывала у девочки неприятные ощущения. Однако Гермион наконец-то осознала, что кричать от ужаса довольно быстро надоедает.